Любимая, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале, и сегодня с вами говорим любовницы. Как ими становятся, почему ими становятся, и вообще, нужно ли ими вставать, вставать, и почему так происходит. Вы на канале с Аленой, жизнь без невроза, и вот так бывает. К сожалению, так бывает. Либо женщина имела дикие, ужасные отношения в прошлом с человеком, либо разведена, либо у нее проблемы с самооценкой и самореализацией, но так как она не хочет действительно смиряться с тем, что происходит в ее жизни, не хочет смиряться с тем уровнем дохода, семейного сценария, с тем всем, что происходит, она пытается с этим справиться, и пытается справиться найти себе мужчину. Никому не хочется умирать одному, и, в общем, многие хотят и в любом возрасте секса, и это нормально. Аномально, когда женщина уверена в том, что какое-то время она делает то, что не должна. И когда я присваиваю чужого мужчину, когда я присваиваю чужого, чужое, и в моем понимании я понимаю, что это чужое, да, но я все равно присваиваю себе. Что я получаю? Ничего, ровным счетом абсолютно ничего. Но другой момент, я получаю чего-то там, когда я полностью смиряюсь с тем, что происходит в моей жизни. Давайте поговорим, почему любовницы, становятся любовницы. Миллион разных фактов, артефактов, фактов. Возможно, неудовлетворение собой, возможно, состояние постоянной тревоги, как заработать, что сделать, чем себе помочь. Иногда просто непонимание, где найти своего человека, и куча информации о том, как это сделать, но не дошла еще сама. И действительно, любовницы, они носят такой, не то что характер, они часто и несчастны в том, что я понимаю, что это мужчина, чужой, у него есть семья, еще и боюсь быть проклята. Но я все равно там. Ужасная участь, и она постоянно не дает расслабиться. Но другой момент. Есть женщины, которые абсолютно нормально относятся к этой участи, и, собственно говоря, почему бы и да, да, жизнь одна, мужчин немного. И вот такие понимания о том, что у меня не может быть своего мужчины, у меня не может быть своего там заработка, не может быть там чего-то там, они идут у людей, которые действительно не уверены в себе. И вот эта роль любовницы, она надета самой собой. Вот я, например, уверена, что у меня может быть хороший муж, любимый, любящий. У меня и так все хорошо с деньгами, но насколько хорошо, пока не знаю, но нормально. И я уверена в том, что у меня могут быть дети. Аж покраснело. А есть женщины, которые живут с запретом, и это очень отражается в их поведении, да, в их состоянии. И да, друзья, и да, я просто видела в консультации ни одну такую женщину. И на самом деле это очень страшно, когда ты живешь в ожидании того, что судьба тебя накажет, или что-то такое произойдет, и еще она сама себе карму какую-то надевает. Здесь важно принять решение о том, что или я одна, или я выхожу из этих отношений, я достойна, недостойна. И вот это самоопределение, самообнушение очень много дает. Но еще один момент. Женщины, которые постоянно борются с, грубо говоря, субличностью, сделать, не сделать, страшно, не страшно, больно, не больно, нужно, не нужно. Короче, это все, это все, все прям, прям ай-яй-яй. И вопрос самореализации. У этих женщин стоит тоже очень тяжело, так как бывает. Потом вам расскажу в отдельном видео. Роль любовницы, она страшная, на самом деле, для многих. И когда они это осознают, они идут в психотерапию, потому что и выбраться тяжело оттуда, и оставаться с человеком тяжело, и мыслить вообще, как дальше тяжело. Но реально и возможно при помощи человека, который на проводе. Алена, я на проводе. Здравствуйте. Поговорим. Пока-пока. Пока-пока.